Год назад, 17 мая, в ранний доступ Steam вышла игра V-Rising и всего за пару недель получила оглушительный успех и популярность. Однако разработчики Stunlock Studios не были бы создателями батлрайта, если бы начали молниеносно продолжать работу над игрой, выпускать патчи и обновления. Поэтому спустя год я снимаю для вас этот видос, чтобы поближе познакомить вас с первым контентным обновлением V-Rising под названием Gloomrod. Ну, как говорится, не закрыли игру и то хорошо. Ну, на этом, собственно, все. Спасибо, что посмотрели. Лайк поставь. Ладно, ладно. В общем, за полторы недели до выхода обновления мне дали доступ к закрытому тестированию, где я поиграл для того, чтобы рассказать обо всем перечисленном выше, так сказать, из первых уст. Сразу скажу, что я специально не буду показывать всех новых боссов, мобов и некоторые фрагменты геймплея. Во-первых, потому что это растянет обзор, а во-вторых, я считаю, что у вас должно остаться место для собственных впечатлений во время игры. Первые изменения, на которые сразу обращаешь внимание, это немножко измененный интерфейс скиллов и поиска боссов, а также несколько новых противников в самых начальных локациях. Например, вот этого паука и убийцы нежити с двумя клинками раньше точно не было. Итак, пистолеты. Они обновили мой опыт от боевки в V-Rising, поскольку импакт от выстрелов очень приятный, да и скиллы сделаны офигенно, как и звук. Играть на них одно удовольствие. Может быть, это сказалось моя любовь к такому типу оружия в играх. Базовый атак делает три последовательных выстрела, после которых пистоль уходит на небольшую перезарядку, он еще их так эффектно крутит в руках. Первый скил выстреливает десятью пулями в конусе перед собой и отбрасывает противников назад. А финальный третий скил, как по мне, самый эффектный. Вы отпрыгиваете в указанную вами сторону, стреляете одной пулей, которая при попадании детонирует через три секунды, нанося большой урон по площади. Пистоли определенно будут моим основным оружием в обновлении. Очень уж крутой у них импакт. А еще посмотрите, как круто он верхом с пистолетов стреляет. Прям вкусно и не грустно. А вот двуручный меч мне понравился гораздо меньше, и если честно, я не совсем понимаю, почему именно его решили добавить в качестве новой пушки, поскольку он уж очень напоминает обычный одноручный меч, который был в игре до этого не только внешним видом, но и своими скиллами. Как по мне, было бы круто добавить кардинально новое оружие, кастеты в виде когтей каких-то, алибарду, да много вариантов. Напишите, кстати, в комментариях, какого оружия вам не хватает в Верайзинг. Ну, вот есть у нас двуручный меч. Автоатаки наносят размашистые удары перед собой, которые, кстати говоря, имеют просто огромный радиус поражения. Первый скилл подлетает к цели и подбрасывает ее в воздух, нанося по области урон. И это очень сильно напоминает измененный финальный скилл одноручного меча, только в АОЕшке и с меньшей рейнджой. Финальный скилл вообще какая-то несуразица, как по мне. Вы подпрыгиваете, причем часто на ЗБТ это было криво достаточно. К цели подпрыгиваете и просто наносите урон по площади. В общем, как-то вторично и сыровато, как по мне, двуручник получился. Из-за этого он мне прям вообще не понравился. Теперь поговорим о новой школе волшебства с электричеством. И сразу скажу, что в рамках беты я не успел открыть все заклинания, поэтому покажу то, что успел получить и сделаю какие-то выводы. Как я понимаю, новая магия базируется на фишке на стак и электричество на противнике, после чего он будет получать дополнительный урон. Скилл циклон выпускает шаровую молнию, которая улетает и возвращается к вам бумерангом, пронзая врагов и кружа вокруг вас еще на протяжении 10 секунд. Полярити шифт наносит урон при попадании и меняет вас с противником местами. Болл лайтнинг создает шар электричества, который наносит урон врагам в области, после чего взрывается. Электрический дэш проходит сквозь противника, повышая вашу скорость атаки на 4 секунды, а ваша следующая атака электризует цель и нанесет дополнительно 25% урона. И, наконец, один из ультимейтов это перемещение к противнику, создается большая зона поражения, где вы будете перемещаться и наносить урон электричеством в течение 3 секунд. В целом, школа выглядит достаточно интересно, повторюсь, это еще не все скиллы, к тому же они без улучшений. И, кстати, об улучшении скиллов это новая механика, которая расширяет билдостроение в игре, и теперь вы можете выбивать специальные камушки для скиллов, которые будут менять их работу или давать пассивные бонусы. Например, этот фиолетовый камень меняет работу скилла Чаус Вали из ветки хаоса, добавляя отбрасывание и АОЕ урон. А вот этот просто добавляет скорость передвижения при активации скилла из ветки иллюзий. Я думаю, что эта новая фишка очень сильно углубит билдострой, позволит более гибко настроить именно персонажа под свой стиль игры. Вместе с обновлением в игру было добавлено 13 новых боссов, однако не все они располагаются в новом регионе Глумрота, а равномерно распределены на всех этапах игры, открывая новые рецепты и возможности. Показывать вам всех я, конечно же, не буду, наслаждайтесь этим сами в обновлении. Скажу лишь, что дизайн боссов шикарный. К сожалению, я не успел дойти прям до высокоуровневых противников и до какого-то жесткого Франкенштейна, которого нам показывали в трейлере. Из тех боссов, что я успел посмотреть, могу с уверенностью отметить их возросшую сложность в сравнении со старыми боссами игры, хотя, возможно, мне так показалось из-за того, что я долго не играл и туго жал кнопки, но механика и тактика точно не из простых и победа над таким боссом действительно дается с интересом. Сам регион разделен на северный и южный и занимает достаточно много места на общей карте. Сделано все, конечно, очень вкусно, не грустно. Особенно, конечно, мне зашли эти конструкции местных жителей в виде заводов и эксперименты там в этих заводах проводятся, различные технологии разрабатываются, мобы здесь стреляют из рейлганов, огнеметов и вообще выглядят как солдаты из Вархаммера. Есть еще и зона другая, Глумрота, с дождем и электрическими вышками, там провода через эти вышки идут. Не знаю, был ли это один из ивентов динамической погоды, про которые говорится в обновлении, но во время грозы там в вас может попасть молния и снести приличное количество здоровья. И вот серьезно, эта часть нового региона, как будто писалась прямо с фильма Ван Хельсинг, очень уж похож антураж. В целом, Глумрот похож на очень концентрированный наваристый борщ, настоящей такой вампирской тематики, где совмещаются технологии и какие-то безумные эксперименты, вызывающие жуткие мутации у местной фауны. Там, кстати, появляется даже отдельный тип крови мутантов. В общем, очень достойная локация. Сложность с ней также отличается в высокую степень. Обычный отряд мобов с механическим пауком там и парой огнеметчиков могут отправить неподготовленного вампира сосать отнюдь не кровь. Кстати, возвращаясь к вопросу о погоде, оказавшись в локации проклятого леса, я, например, попал в густейший туман, который закрывает видимость глобальной и мини-карты, а также делает обзор героя крайне низким. Я думаю, что это очень клевая штука для внезапного ПВП. К слову о ПВП, во время закрытой беты у нас были серваки на 128 человек, работали они нормально, вроде как плюс-минус. И если подобное количество людей на одном сервере будет возможной на лайф-версии, то там будет, конечно, битва, будет мясо толстые, тельца в экстазе. В общем, вы поняли. Ну, я бы хотел лично играть именно на сервере из 128 игроков. В игре также появилось легендарное оружие, которое чем-то напоминает механику улучшения скиллов, описанных выше, только для оружия. К сожалению, мне не повезло обзавестись таким на бете, но моему товарищу с босса выпал вот такой кусок копья, и его выковываешь в специальной кузнице, и в итоге получаешь копье с большим списком улучшений пассивных способностей, а его скилл стал навешивать на противников поджигание. Думаю, таких пушек тоже достаточно много, что еще раз скажется на возможностях более гибкого билдостроения. Теперь перейдем к менее значительным изменениям, о которых можно рассказать в рамках общего обзора. В игре также появились слоты для сумок, в которые можно сложить расходку и монетки, а также седло для лошадей, которое при эквипе на скакуна увеличивает его скорость и управляемость. Однако надеть его можно только превратив вашу лошадь в вампирскую. После того, как вы ее превращаете в вампирскую, я так понимаю, что другие вампиры у вас воровать ее не могут, и выглядит она становится соответствующей. Торговцы теперь не бродят по карте, а располагаются в отдельных лагерях, куда вы можете прийти и поторговать, обменивая монеты на различные ресурсы. А замки теперь можно строить в высоту, используя лестницы, и это открывает огромный простор для фантазии при создании своего владения. Помимо этого было добавлено очень много вариантов декора, украшений в совокупности с улучшением интерфейса для их размещения. В целом, поиграв на закрытой бете, я обнаружил прям много более мелких деталей, новых элементов геймплея, интерфейса, которые тяжело уместить в общий обзор, потому что они незначительны в совокупности масштабных изменений, но очень важны, когда ты сам играешь и по чуть-чуть подмечаешь их. Ну, например, добавили прыжок на волки, новые скиллы у мобов, слегка измененный баланс скиллов, старых пушек и многое другое. Подводя итог, я могу сказать, что несмотря на долгое ожидание каких-либо обновлений игры, Gloomrod является достойным бесплатным экспеншеном, бесплатным, кстати, и улучшает многие элементы игры, увеличивая ее вариативность. Я, на самом деле, не выжидал это обновление особо, благо игр сейчас хватает, поэтому очень радует, что Станлоки просто продолжают улучшать свой проект, не забрасывают его как батлрайт, потому что перспективы у Верайзинга достаточно большие, и продолжают его подготавливать к релизной версии. Да и выделяется эта игра про вампиров, не только сеттингом, но и качественностью исполнения, особенно для раннего доступа, потому что, когда заходишь, играешь, прям понимаешь, что очень вылизанно все выглядит. Не могу с уверенностью сказать, что теперь в эту игру можно засесть на год без перерывов, но, как мне кажется, игра никогда таковой себя и не позиционировала, а вот в качестве сессионки на пару недель, там, раз в полгодика, для того, чтобы провести время в очень крутом сеттинге, с сочной боевкой, отстроить свой замок Дракулы, получить очень много впечатлений и эмоций, вот в этом Верайзинг справляется отлично, особенно за свой прайс. Точно могу сказать, что проект стал более реиграбельным за счет новых механик, и я с удовольствием проведу в этой игре еще сотню часов после выхода обновления, а вам предлагаю сделать это вместе со мной на стримах. Ссылка на первый стрим, приуроченный к выходу обновы, будет в описании под видео. Там же под видео будет ссылка на мой телеграм-канал, где все анонсы, а также проводятся розыгрыши игр на момент записи этого обзора, там разыгрывается Conan Exiles. А я на этом с вами прощаюсь, надеюсь, обзор был для вас полезен. Готовьтесь, Our Hunt begins again, вот это вот все, увидимся, ребятки, пока. Our Hunt begins again. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова